Привет, друзья! Вы на канале Ирэн Аглер. Сегодня новая примерка украшений, нового сезона. Зимой обычно украшения носятся мало или носят маленькие какие-то украшения. Ну а с приходом весны мы стараемся вынести на обзор все лучшее свое, все сокровища. Ну и я сегодня, как обычно, покажу, что для этой примерки выбрала я. Что-то будет из моей личной коллекции, что-то новое, что-то винтажное. В общем, давайте смотреть. Ну и в этот момент у меня сел микрофон. Но я пару слов скажу и так. И вы послушаете вокруг еще и пение птиц и карканье ворон. Я много лет создаю и продаю украшения и показываю всегда их на себе. Зачем я это делаю? Потому что все, что я создаю и продаю, это неординарные украшения. И к ним нужен иногда какой-то особый подход или, может быть, авторское видение. Мне кажется, что это помогает людям в выборе украшений. И потом я думаю, что украшения на живом обычном человеке посмотреть всегда лучше, чем на картинке из журнала или на какой-то модели. Это выглядит более натурально и как-то естественно. В своих примерочных видео я акцентирую внимание именно на украшениях, не на одежде. Теперь у меня такая вот романтичная кофточка. Не люблю это слово кофточка, но на самом деле, да, это так и есть. Она вышита такими вот цветами, листьями. В общем-то, она и так достаточно украшена. Поэтому добавлять сюда колец и почки и украшения на шею я не буду. Возьму только сережки и кольца. Это серьги из моей мастерской. Они с друзами кристальными и кварцами и кристаллами Сваровским. Итак, темные такие бордовые друзы с розовыми опалами, с розовым верхом. Цветочки, опять же, в продолжение декора. И сюда я возьму кольца. Это винтажное чешское кольцо с гранатовым стеклом. И два маленьких кольца, которые я надену на один палец. Серебряный цветочек. И вот такое кольцо бронзовое. Это слепок с натуральной, с настоящей веточки. Не нужно бояться миксовать абсолютно разные металлы. А теперь я заменю сережки на совершенно другой цвет. Это клипсы Лиснер. Винтажные. С такими красивыми яркими голубыми кристаллами. Они будут сочетаться не с копточкой по цвету, а с джинсами. И такой вариант смотрится гораздо интереснее, на мой взгляд. Теперь немного поменяю образ. Уберу из него романтичность. А заменю верх на геометричную грузку с полосками. Добавлю тоже немного геометричные украшения. Винтажные клипсы в стиле 80-х. Треугольные. Простое крупное кольцо стеклянное. И современный чокер, такой жесткий обруч на шею. Все это вместе хорошо смотрится. Ну и обувь поменяю. Все. Весь подбор украшений зависит от того, какое впечатление вы хотите создать. Легкое, романтичное, веселое. Или более серьезное, современное. Такое строгое даже. Я очень часто ношу немного маскулинную и оверсайз одежду. Мне это помогает в такие загруженные дни чувствовать себя комфортно, свободно. Я успеваю сделать много дел и меня ничего не сковывает. Такая одежда, возможно, кому-то кажется уродливой. Ну, современная мода, она достаточно уродливая. Но она удобна. На сегодня она удобна и помогает как-то, знаете, облегчить жизнь. Но это совсем не значит, что такие маскулинные и уродливые образы нельзя украсить винтажными украшениями. Именно такие украшения и нужно иногда надевать с неформальной одеждой. Сюда я выбрала жемчужные бусы. Винтажную брошь с перламутровой вставкой. Она очень хорошо по форме гармонирует с вот этим центральным элементом на бусах. И кольцо, скамеи тоже на перламутре. В общем, получилось все такое жемчужно-перламутровое. Я не хотела, чтобы украшения слишком сильно выделялись. Поэтому подобрала их вот в такой же гамме, как и одежда, под цвет. Конечно, с таким жакетом, да и с любым, можно расставлять разные акценты, если нужно. Цветные или стразовые. Любая брошь с кристаллами будет на солнце сверкать просто обалденно. И мне очень нравится таким вот, можно сказать, строгим, маскулинным образом подбирать броши арт-деко. А вот эти строгие линии арт-деко в сочетании с гистящими прозрачными кристаллами, это одновременно и минимализм какой-то, и в то же время гламур. И к офисному стилю, к каким-то рабочим таким вот образом, как у меня, повседневным. Это хорошее дополнение. В современных тенденциях очень модны в украшениях необработанные камни и кристаллы. Я их часто тоже использую в создании своей мастерской в украшениях. И для такого образа с платьем я взяла нежные голубые кристаллы, серии с такими кристаллами, с розовым стеклом, с лунным камнем. И все это скомбинировала винтажным стеклянным кольцом, напоминающий мне снег. Такое оно белое, светлое. И второй вариант подбора украшений, это шикарная брошь, которую я тоже могу прикрепить на простую пайту в спортивных образах, каких-то повседневных. Я об этом снимала видео, ссылку на него оставлю в описании. Ну тогда уже сюда я добавляю обычные сережки, может быть пусеты, ну или какие-то совершенно незаметные, потому что акцент будет, это шикарная брошь. Я никогда не выбираю для себя очень скучные вещи. И этот серый кардиган я бы никогда ни за что не купила, даже если бы он был выполнен из прекраснейшего материала. Но это такая интересная дизайнерская вещь. И добавляя к такому кардигану только одно какое-то дизайнерское украшение, все, образ сразу готов, ничего больше сюда не нужно добавлять. У меня есть видео Рилс на канале, короткое такое видео, где я к этому кардигану добавила брошь. Если хотите, посмотрите его. Я очень люблю серьги. Это украшение, которое делает вам лицо наряду с улыбкой и макияжем. И вообще украшение верхней части нашего тела, мне кажется, добавляет законченности образу. И обязательно на это надо обращать внимание. Ну а если одеваешься каждый день как-то более-менее утилитарно, спешишь на работу, ну в общем-то одежда каждый день, можно сказать, одна и та же, и она более-менее стандартная, то меняя серьги, можно менять и образы. Сюда я надела вот такие вот винтажные клипсы. Они очень интересные. Посмотрите, каждая бусинка здесь прикреплена на свой пин, и они немножко вот так вот шевелятся. Ну и, естественно, к этому образу можно подбирать абсолютно разные серьги или клипсы. Для этой примерки я взяла три пары простых клипс винтажных. Одна пара с зелеными крупными кристаллами, чтобы сделать цветовой акцент. Это даже не клипсы, а серьги на винтах или клипсы на винтах. Я думаю, что вы такие встречали. И две пары простых клипс, которые, я уже устала повторять, конечно, по фразу, подходят под все. Но на самом деле это так и есть. И что интересно, эти две пары клипс, они настолько вписываются в современные тренды, что даже никогда не подумаешь, что это старые клипсы винтажные. Как видите, здесь вот сочетание двух металлов, один из которых даже с текстурой, и второй металл матовое золото, тоже с текстурой. Очень красиво. Все это легко впишется в современный гардероб. И в конце последний образ покажу тот, в котором я веду эту передачу. На мне надето стеклянное кольцо. Как видите, оно в одной цветовой гамме с принтом на футболке. Кто узнал Джузеппе Арчимбольда, тот молодец. Я его очень люблю. Дальше винтажные клипсы чешские с очень красивыми бусинами. Они такие многоцветные и с эффектом АБ. Тоже цветовой гамме Джузеппе Арчимбольда. Ну и последний элемент, кто заметил, это брошка-яблочко. Вот такая маленькая брошечка, вся в кристаллах Паве. Не знаю, может быть, это китайская брошка, понятия не имею. Но она очень хорошо смотрится на портрете Джузеппе Арчимбольда и создает 3D-эффект. В общем, вот такая вот композиция с брошкой и с принтом. Такой образ я бы назвала мечтой любителя искусства и коллекционера. Мне кажется, все, кто коллекционирует винтаж, они в той или иной степени любят искусство, любят ходить по музеям, как и я. Так что, когда мы выбираем еще и такую одежду, которая показывает наши увлечения, наши какие-то основы, наверное, наши ценности, в конце концов, это создает какой-то единый образ. Ну, а на сегодня это все. Я надеюсь, что мое видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал, я буду очень рада вашим подпискам и лайкам. Всем пока, до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok